Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня по забросу. Штребух! Всем привет, с вами Штребух, и в этом обзоре еды я решил устроить экстремальный эксперимент. Я возьму одну помойку, извлеку из неё штук 6-7 пакетов с мусором, принесу их домой, разорву с Кирюхой и осмотрю эти пакеты на наличие чего-нибудь вкусненького. Так что всем приятного просмотра, такого ещё не было нигде на ютубе, и поставьте лайк под видос за смелость. Мы взяли две вот такие большие сумки для того, чтобы туда все сложить пакеты из мусорки, и Кирюха уже начал там что-то находить. Мы набили сумки пакетами с мусором и идём домой. Здравствуйте, Сергей Петрович. К сожалению, мы с Кириллом не можем подойти на встречу на нашу бизнесменскую корпорацию. Потому что у нас сейчас намечается очень сытный ужин. Да, подойдём через пару часиков. Ну всё. И я вам отзвонюсь. Всё, до встречи, Кирилл. Да, подготовьте акции и чемодан под купюры. Да, побольше. Хорошо, всё. Печати тоже возьмите. Кирилл Андреевич, перед вами находится 7 пакетов из мусорного бака, которые мы только что извлекли. И прямо сейчас мы будем разрывать каждый пакет и посмотрим, что же там будет вкусненького. Потому что мы без понятия вообще, что там находится. Это чисто, ребят, экстремальный эксперимент. Такого вы нигде не увидите больше на ютубе. Это только у меня на канале. Вот из-за этого поставьте лайк под видос. Очень серьёзный, мощный. И напишите в комментариях, как вы думаете, сколько мы вкусной еды найдём в этих пакетах. И всем приятного просмотра. Ну а мы себе пожелаем только лишь удачи. Потому что это на самом деле опасно. Потому что мы не знаем, что в этих пакетах реально. Там может быть деликатесы в любом случае. Возможно, и будут деликатесы. Но я, в принципе, готов ко всему. И у меня даже есть, знаешь что? Тебе перчаточки. Чтобы ручки не запачкать. Благодарствую. Ай! Шея затекла, заломила. И у меня партия перчаточек. Всё, что будет съедобное и вкусненькое в этих пакетах, мы будем кушать. Как вы знаете, мы живём как бы в непростые времена. И иногда, порой, для того, чтобы себя пропитать, приходится идти на подобные вещи. А ещё хочется чего-то нового. Кирилл, я думаю, начнём вот с этого маленького пакета. Всё, что будет мерзкое и несъедобное, будем сразу выкидывать. В эту огромную сумку. Катуфельные очистки первое, что я увидел. Даже не разрывай пакет. А ну-ка, чем пахнет из него? Катошкой, наверное? В принципе, пахнет улицей, кислородом. Ну что ж, приступаем. Так, здесь было чуть-чуть молочка. А здесь чуть-чуть каких-то морепродуктов. Майонез отсутствует, ничего нет. Вообще, абсолютно ничего, ребят. Даже пакет просвечивается. Выдавили всё до последней капли. Нам ничего даже не оставили. Аналогично здесь. Здесь тоже. Как будто ножом вот так выдавливали. Месье, нам не повезло с этим пакетом. Подождите, сударь. Возможно, вы ошибаетесь. Но если вы считаете, что картофельные очистки съедобны, тогда я, возможно, ошибаюсь. В картофельной очистке можно как бы тоже отварить. Моя собака, царство и небесное, питалась кашей из картофельных очистков и каши. И крупы. Смотрите, месье, здесь есть одна ягодка. Виноградика. Пожалуй, я её и продегустирую. И тебе же сказал, что мы будем есть всё, что будет съедобное в мусорных пакетах. Виноградик очень сладенький, ребятки. Ирюх, а тут ещё есть одна ягодка. Но немножко вялая. Но съедобная по-любому. Съедобная. Вот ещё одна. Слегка подгнившая. Но я думаю, это не особо страшно. Ну, в принципе, всё. Здесь там миллиграмм молока. На донышке йогурта. И, кстати, я раньше, когда очень сильно кушать хотел, обычно на крышке от йогурта вот здесь остаётся йогурт. Его можно слезать. Но в этом случае здесь йогурт очень жидкий. Поэтому в этом пакете нам не повезло. Ничего вкусного почти не было. Сейчас мы это всё закинем в мусор. И будем извлекать следующий пакет. Ну что ж, месье. Здесь вот ещё один пакетик. Этот уже посытнее. Пожирнее побольше. Ух ты! Я уже вижу ссылок. Опа! Офигеть! Такого я не видел. Конспект вместо работы. Изменение. С 372 статья. Тут написаны интересные цифры. Ну и самое главное название. Шлюха. И очень красивые рисунки. Рисунки очень красивые. Не будем заострять внимание на этих иллюстрациях. Как я вижу, здесь уже сачок стоит. Да. Смотри, какой он. J7. Фреш какой-то апельсиновый. Кстати, он даже не просрочен. Срок годности до 13-11-2020 года. В принципе, сок должен быть вполне питательный. Тем более, это фреш. Нужно его обязательно взболкнуть. Кирилл, я думаю, вам лучше стоит первым продегустировать этот сачок. И тут я смотрю, висит какая-то женская волосня. Я, пожалуй, её уберу. Не знаю, видно или нет вам, ребят. Кус апельсиновый. Ух ты. Я другого мог и не ожидать. Мог быть и не апельсиновый вкус. Ребят, он уже скис. У тебя проблемы, походу, со скусовыми рецепторами. Он скисший. Кирилл. Вот это уже джекпот, ребятки. Сытные памперсы. Но, как бы, такое точно есть не советую никому. Потому что там внутри есть детские какашки. Охренеть. Видеорегистратор без карты памяти. Как вы считаете, это достойный? Давайте посмотрю. Разнимает разъём, имеется. Вот комплекции. Это чехол. Чехольчик есть, ребят. Ну, найти электронику в этих пакетах я даже и не мечтал. Интересная очень вещица. Он, правда, весь мокрый в этой рыгатне. Но, возможно, он даже рабочий. Нужно будет проверять. Но это крутая находка. Сейчас попробую включить. Зажал кнопку. Он не включается. Видимо, сел. Неплохо. Искали еду, а нашли неплохую электронику. Шаверма. Остатки. Скисло. Да, ребят, очень обидно. Шаверма-то скисло не дожила до обзора еды. Нашли бы мы этот пакет пораньше. Возможно, она была бы нормальной. Кислый мясо точно не хотел посудить. Сок еще можно выпить, а это нет. Ребят, сосочка. На худой конец можно и пожевать. Но если кушать сильно хочется. Кирилл, я думаю, здесь больше ничего нет. Поэтому все это отправляется в помойку. Так, ребятки, приступаем к обзору следующего пакета. Жопать, что-то сильно болит у меня, Кирилл. Поэтому я хочу, чтобы мы это продегустировали. Я пока пойду личины сейчас вложу. Потому что очень пробиваю. Сметана. Домик в деревне. Срок годности до 10 октября. В принципе, на вкус нормально. Еще сметана. И это уже гармония. Срок годности до 11 октября. Посмотрим. Пахнет нормально тоже. Сахарку бы еще добавить. Очень люблю есть сметану с сахаром. Хорошие. Ого! Текила 38%. Это дело закусим конфетами. Конфеты белиссимо. У них срок годности до 23 декабря этого года. Хоть они не прошочные, но налет на них уже имеется. Но на вкус-то никак не повлияло. Следующая вот такая баночка. Непонятно с чем. Я не знаю происхождения этого продукта. Поэтому пробовать не буду. Скорее всего, это какая-то маска для лица. Тут есть еще сухарики. Сухарики со сметаной и укропом. Сочные хрустящие сухарики. Тут осталась какая-то мама-лама на 28 октября. Какая-то пара носков. Огурчик. С водочкой бы зашло, но водочки нет. Поэтому так съем. Пакет на этом закончился. Больше ничего тут интересного нет. Катя! Ау! Подай бумаги. Закончим. Ребят, немного обосрался. Бомбануло после прошлого обзора еды из помойки. И бумага еще и закончилась. Давай. Сейчас я вернусь. Сейчас я подключусь. Я там слышал, много всего съедобного получилось извлечь. С пакета. Даже тыки вон поебил. Я в шоке, ребят. О, вернулись? Да, миссия, я немножко просрался. Давайте вашу очередь открывать следующий. Спасибо большое. Я очень долго этого ждал, пока срал и хотел поесть сытно. Комфетки. О, конфетки. Промахнулся. Они идеальны. пакет из магазина верный универсажка и видимо очень сытный ведь пакет тяжелый но вы миссии просто смотрите все что я здесь найду все мою лучше свое урвали в прошлом пакете а мне даже ничего не досталось как не досталось конфет ребятки одно яичко уже откладываем вот еще одна коробка с яйцами ух ты это яичко все мокрое вот эти в принципе сухие красивые тут правда немножко желток потек но это в принципе ничего страшного сосисочки пахнут яичными желтками и сосисками перемешку изумительный запах но сосиски под вопросом им нужна срочная термообработка или жарка принципе съедобные в этом пакете как я вижу ребятки есть еще какой-то походу лаваш и то это лепешка сырная какая-то штука с крабовой начиночкой пахнет принципе приятно мне очень интересно что это вообще такое это лаваш карри чеснок из пшеничной муки фигеть руки очень липкие за желтка наполнение из крабовых палочек в принципе очень даже съедобно вы тюрьму если вы угощает да мне нравится я тоже не году тогда пожалуй мы это отложим чуть стороночку следующий пакет разрываю рассматриваю морковь по-корейски со спаржей мне но это просто превосходно на пахнет очень изумительно согласен у меня под это дело есть даже две вилочки держите месье и мне одну ну и думаю лучше мы вместе это все продегустируем очень съедобно я считаю очень съедобно одно яичко еще чуть-чуть яичек смотрится хорошо ну что же я думаю их тоже нужно попробовать яички должны быть просто восхитительные пахнет обычным белком яичком классическое обычное яйцо одни белки для прироста мышечной массы из помойки полезно и вкусно закрой подальше за окно выйти там видимо чей-то обед который уже пропал наверное месяц пролежал пожалуй ребят на этом столе больше нет ничего вкусненького и мы приступаем к следующему пакету и надеюсь там будет что-то повкуснее чем здесь ну ничего еще у нас три пакета целых есть подъезжает следующий пакет вместе разорвем что это это табак американский какой-то видимо это не кальяна да и зубная щетка для же 2 ой оба не использованы это я подумал новое нет это тоже вот здесь скажу самое тоже новое не зубные щетки нужны для гаража очистить материнские платы я это забираю в гараж пампер со стакашками агуши чуть-чуть было чуть-чуть молочка ой брызжет скис смотрю вы очень крититный пирожочек заметили пахнет очень сильно отвратительно понюхайте вот так лежал желания особо нет мусори лежал я попробую вроде с картошечкой вкусненький довольно таки объективный не желаете вкусить довольно таким дорогим хороший здесь можно картошка под чувствуете нотки горчинки а тут еще килька осталось так вот что сильно так воняло посмотрите ребят ненадлежащие условия хранения скорее всего очень неаппетитно пожалуй это есть я бы не стал ну даже кошка моя бы точно не стала бы есть эту кильку я думаю надо приступать вот этому шикарному огромному синему пакету до биби салат в тунцом и авокадо 190 рублей кто-то за него платил а годин до даже не написано ну дата изготовления 8 10 пахнет кислинкой все скисло пожалуй я тоже не стану очень опасно тут даже соус вздулся давайте дальше посмотрим это только верхушка раз само блюдо пропало а соус возможно еще живой соус карри сладенький как петчук чуть-чуть шоколадки риттер спорт я пожалуй кусочек откушу по что я риттер спорт очень люблю восхитительный шоколад возможно здесь еще остался какой-то шоколад бучерон какой-то был когда-то здесь даже жучки завались надеюсь том риттер спорте который мы сейчас поели не было жучку а тут я вижу наверное больше ничего и нет ой нет смотрите русский сэндвич с курицей и грибами выглядит он принципе как-то пока непонятно а вот срок годности у него годин до 9 числа 10 месяца сейчас уже 14 кирилл думаю тебе стоит первым его понюхать сейчас я для тебя открою да пахнет кислинкой и скисшими огурцами вот видите ребятки вот они скисшие огурцы вот зелененькие из-за этого вообще не аппетитно выглядит но в принципе здесь помимо бытовых каких-то отходов нет ничего больше вкусненького ну и последний пакет сумка отдай мой носок что за напасть-то такая последние носки щас продырявли а я вижу тут уже вкусненького много всего чайный сувенир печенье сахара держите печенюшку ой очень вкусно надеюсь тут нет червячков пожалуй это самое вкусное что было в этих пакетах чипсики что-то это превосходное не передать словами насколько они вкусные жаль тут совсем чуть-чуть от этого они еще более вкусный смотри кирилл сколько еще тут сладости осталось какие-то белые штучки тут еще печенюшки в виде звезды кстати она отдает какими-то прокладками я думаю нам нужно продезинфицироваться кирилл после такой мощной дегуста что у нас для этого есть все во первых вот такие стаканчики и кирюха обнаружил мусорном пакете небольшую порцию согревающего напитка вот тут в целом вот столько раз разделим на двоих а теперь закусончик под закусончик вот кирюха еще и достал там конфетки но кирилл бахнул за то чтобы помоечка кормила намного сытнее чем в этот раз потому что как вы видели ребят эксперимент в принципе удался нам удалось извлекти из семи пакетов немного похавать у меня как видите бомбит уже пукан потому что я немножко пытался приеду из помоечки и терна стала пора продезинфицироваться что ты скажешь по этому поводу побольше бы конфеток и согревающих напитков да давай за это и выпьем ну и за то что вы поставите лайк под это видео и покажете его друзьям коллегам по работе коллегам по учебе и всем абсолютно давайте продвигать данный контент ведь это контент которого вы заслужили ну и конечно же с вами был пищеварительный гигант штребу встретимся в следующих видосах а кстати забыл кое-что сказать вам ребят помоечка снова кормит а